Здравствуйте, уважаемые любители, фанаты и профессионалы шашечной игры. Неделю я не записывал ролики, так как уезжал на сплав на реку Вишера. Река Вишера протекает на севере Пермского края. Туда добирались 6 часов, потом обратно еще ехали. Три дня отдохнул, друзья, сплавлялся по реке, рыбачил, забрался даже на гору Витлан 75 метров над рекой. То есть отдохнул отлично, друзья. Всем рекомендую хотя бы раз в жизни съездить на сплав или хотя бы на рыбалку. Правда, ничего не поймал ни одной рыбки, но это не страшно. Настоящий рыбак знает, что главное это не улов, это время, проведенное на природе. Друзья, а сегодня мы с вами рассмотрим шашечную комбинацию под названием «Стрела». Почему она носит такое название? Потому что удар проходит по прямой, как будто стрела летит в цель. Вот первая позиция. Как видите, у белых намертво связан их правый фланг. То есть, кроме того, перекос в позиции на левом фланге, видите, всего одна шашка, на другом четыре. Кажется, что у белых позиция полностью проиграна, но на самом деле белые даже выигрывают с помощью комбинации под названием «Стрела». Первый ход вынужденный. Белые нападают на шашку черных. Ну и обратите внимание, черные также вынуждены отойти, иначе теряется шашка. А теперь белые даже побеждают черных. То есть, сперва загоняют шашку черных в дамки, вот такой жертвой. Затем отдают еще одну шашку, еще одну. И, друзья, видите, выстроена подударная цепь. То есть, у черных образовалось две слабости в позиции. Это решетчатость, так называемая, и ослаблено дамочное поле B8. И белые наносят свой решающий удар. По прямой, видите, как будто стрела летит в цель. Именно поэтому эта комбинация и получила такое название «Стрела». Следующая комбинация тоже довольно-таки простая. Друзья, можете ставить видео на паузу. Всегда пытаться найти самостоятельно, находить комбинацию. Это, на самом деле, большая польза приносится, если вы, как сказать, находите самостоятельно комбинации. То есть, вы оттачиваете свое комбинационное зрение. Если не получается, то давайте покажу. Ну, во-первых, нам мешается вот эта вот шашка «С3». Мы ее отдаем для того, чтобы затем загнать шашку G7 на поле Е1. Вот таким образом. То есть, видите, если бы шашка была на поле С3, черные бы побили дальше. Наша комбинация бы не получилась. Затем отдаем еще одну шашку. И загоняем дамку в подударную цепь. А затем шашкой H2 наносим финальный удар стрела. Вот таким образом. И обратите внимание, можете самостоятельно убедиться. Ну, я имею в виду новичков и любителей в русских шашках, что в данной позиции одна дамка побеждает 4 шашки черных. Следующая комбинация начинается тихим ходом. Ну, давайте можете поставить видео на паузу. Следующая комбинация начинается тихим ходом. Белые нападают на шашку черных ходом ДЦ5. Но обратите внимание, что хода ЦБ6 нет. Если черные разменяются таким образом, то у белых есть простой выигрыш. Играем АЖ3 и на любой ход черных, либо ДЦ7, либо ДЕ7, играем СД4 и легко побеждаем. Если же черные в этой позиции играют ФЕ5, то, друзья, в этой позиции мы проводим уже знакомую нам комбинацию стрела. Отдаем шашки таким образом и затем ловим дамку черных в подударную цепь и наносим свой финальный удар на поле Б8 с поля H2. И легко побеждаем. Следующая комбинация двухвариантная, но довольно-таки простая, но симпатичная. Можете поставить также видео на паузу, попытаться найти комбинацию за белых. Белые начинают и выигрывают. Первый ход СБ2. Ну как бить черным? Если черные бьют на поле Е3, то белые легко побеждают черных. Поэтому черным приходится бить на поле Ф4. Сейчас белые отдают две шашки. Затем еще одну. И загоняют дамку черных в подударную цепь и наносят свой финальный удар. Удар стрела. И опять же, друзья, обратите внимание, что четыре шашки черных не в состоянии бороться с одной дамкой белых. Белые побеждают. Следующая позиция показывает борьбу двух планов. Ну не торопитесь искать комбинацию. На самом деле, в этой позиции надо рассчитать все правильно. Белые сыграли Ж4. И рассчитали такой вариант. Если черные играют АЖ5, то белые играют ЖФ2. И грозят выиграть шашку ходом ДЕ3. Поэтому черные вынуждены играть ЖФ4. А затем белые проводят свою комбинацию и легко побеждают. То есть белые отдают шашку ходом БЦ5. Но сюда бить бесполезно. Приходится бить сюда. Затем белые отдают еще одну шашку. Еще одну. И наносят свой финальный удар. И обратите внимание, что белые шашки успевают пройти в дамки. А черные не успевают пройти в дамки. И черные должны проиграть эту партию. В принципе, белые все логично рассчитали. Но мастер, играющий черными, рассчитал чуть дальше. И на ход Ж4 все-таки мастер ответил Лев Хейв. Ответил АЖ5. Играли два мастера. Мастер ВРТ и мастер Хейв. Белые сыграли ЖФ2. Думали, что уже побеждают. Но на самом деле, в этой позиции побеждают черные. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти комбинацию за черных. То есть, если черные не проводят в этой позиции комбинацию, они даже проигрывают. Если же они проводят ее, то выигрывают. Черные сыграли ДЦ3. Надо бить. Затем черные сыграли ДЦ5. Ну, в эту сторону бить бесполезно. У черных будет лишняя шашка. Поэтому белые вынуждены бить на поле Д8. Затем черные жертвуют еще две шашки. И проводят уже знакомую вам комбинацию стрела. И опять одна дамка черных побеждает 4 единицы белых. Очень красивая и неожиданная комбинация получилась. Ну и последняя комбинация на сегодня. Она встретилась в игре двух мастеров. Мастера Шмульяна и мастера ВРТ. Очень часто она встречается в дебюте игра Шмульяна. Поэтому хочу показать всю партию. ЕФ4, ФЖ5. ЦБ4. И белые меняются на поле Ф4. Разыгран так называемый дебют игра Шмульяна. Черные отвечают ЖФ6. И белые размениваются ходом БЦ5. Ну, черные могут побить и в эту сторону, и в эту. Если черные бьют на поле Б4, то есть вот таким образом, то белые отыгрывают шашку ходом ФЕ5. И черные играют ДЕ3. Ну, сюда бить плохо, потому что возможно тогда окружение за черных. У белых будет плохой центр, подверженный окружению. Поэтому лучше всего бить в эту сторону. Таким образом. Далее возможно ЕД6, БЦ3, АБ6, АБ2. Обе стороны подтягивают свои отсталые шашки к центру. ДЕ7. В этой позиции, в принципе, белая игра от ЖФ2. То есть подтягивают, еще укрепляют свой центр. И черные могут сделать хороший позиционный ход, стоящий в себе хорошую ловушку. Аж же 5. Друзья, хочется тут же связать фланг черных. То есть, если пойти сюда, уже видите, такие ходы невозможны. То есть связка вроде бы кажется хорошей за белых. Но на самом деле в этой позиции выигрывают лишь черные. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют ФЕ5. Ну и в этой позиции, как бы белые не били, то есть могут в эту сторону побить, могут в эту сторону, без разницы. Допустим, побили сюда. Черные играют БА7. Побили. Затем отдают шашку Д6. И играют БА5. Побили. И черные наносят свой финальный удар стрела по прямой. Очень симпатичная комбинация. Она довольно-таки часто встречается в практической игре. Так что советую вам ее запомнить. Друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Можете задавать свои вопросы, можете писать комментарии. Отвечу на все вопросы. До свидания. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok